Крок по кроку, а еден, лекция 19, друга ченщ, 19 урок, вторая часть. Чвеченье 2. Проши пооншить пшечевеньство. Нужно соединить противоположности. Смотрим глазками на цифры и читаем. Номер 1. Ясное, темное, светлое, тёмное. Номер 2. Вспульное, самодельное, совместное, общее или же самодельное, такое автономное, самостоятельное. Номер 3. Мало, пшитульное, пшитульное. Мало, уютное, уютное. Номер 4. Дуже, малое, большое, маленькое. Номер 5. Новое, старое, новое, старое. Номер 6. Жимное, теплое, холодное, тёплое. Номер 7. Часное, пшестронное, тесное, просторное. Номер 8. Новочесное, стыльёвое. Новочесное, современное, стыльёвое, стильное. И номер 9. Слонечное, понурое. Солнечное или же понурое, мрачное. Давайте повторим ещё раз эти слова вслух. Ясное, темное, wspólное, самодельное. Мало, пшитульное, пшитульное. Дуже, маое. Новое, старое. Жимное, теплое, часное, пшестронное. Новочесное, стыльёве. Слонечное, понурое. Супер, идёмы далее. И давайте послушаем диалог из упражнения номер 3. Анджела, Мами, Хавьер и Уве седzą при компьютерах. Лекторки в той самой сали. Подсумуймы. Какого mieszkanя шуками? Шуками малого, jedнопокоиного mieszkania. Может быть 30-40 метров квадратовых. Найлеще в центре, czyli близко школы. Муси быть ясное, солнечное и теплое, потому идут мрозы. Памятай, чтобы было centralное ограждение, потому что если будет электричное, то зимой dużo заплатишь. Памятай. 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 Возвращение. Возвращение в доме. Но если не найдем интересного, я буду искать помещение. И еще только цену. И сколько максимум можно заплатить? Я думаю, что 1200-1400 месяц. Мам только нед неделю. Надеюсь, что найдешь что-то. Не столь, все поможем тебе. Мы все информации. До работы. Цудовнее. И давайте переведём этот текст. Подсумуй мы, яке го мешканья шукамы. Итак, подытожим. Какую квартиру мы ищем? Шукамы малого, едно покую вэго мешканья, может иметь 30-40 метров квадратовых. Мы ищем маленькую однокомнатную квартиру, может быть 30-40 квадратных метров. Найлепий в центрум, близко школы. Лучше в центре, близко от школы. Мужчий быть ясное, солнечное и теплое, бо идем морозы. Эта квартира должна быть светлая, солнечная и теплая, потому что идут морозы. Поментой же бы было центральное окживание. Помни, нужно, чтобы было центральный обогрев, центральное отопление. Бо ешли бэнди электрычны, то зимом дужу заплачешь, потому что если будет обогрев вот этот будет электрический, то зимой ты много заплатишь. Вем цошь отым от пани май. Я знаю что-то об этом от пани май. Не помышлял он отым. Я не думала об этом. А на кторым пенше хцешь мешкать? А на каком этаже ты хочешь жить? То нема значение для мне. Это не имеет значения для меня. Али воляла бым, же бы то не был партер. Но я бы предпочитала, чтобы это не был партер, то есть вот этот нулевой или первый этаж. А отцов с балконом. А что насчет балкона? Може быть оленем уще. Может быть, но не обязательно. Волишь мешкать в старом, че новым будовництве? Ты предпочитаешь жить в старой или в новой постройке? Не застановял он ще над тым. Я не задумывалась об этом. Рачай в новым. Скорее в новом. А ешли в старым, то мешканья конечне муще быть по ремонче. Но ешли в старом, то квартира, конечно, должна быть после ремонта. А хцешь мечь вспу лёкаторов? А хочешь иметь таких совместных арендаторов, сожителей? Воляла бы мешканья самодельная. Али ешли не знайды ниц интересуюнцего, бэнде шукало покою. Я бы хотела квартиру отдельную, самодельную, такую обособленную, то есть отдельную квартиру. Но ешли не найду ничего интересного, буду искать комнату. Ешче тыльку цена. Ещё только стоимость цена. Или максимальне можешь заплачить. Сколько ты максимально можешь платить? Мы шли же 1200-1400 злотых мещеншне. Я думаю, что 1200-1400 злотых ежемесячно. Мам тыльку ты день, у меня только неделя. Мам надеи же знайды цошь файнегу. И я надеюсь, что найду что-то классное. Не мартвщи, не беспокойся. Вши ци поможемы. Мы все тебе поможем. Мамы вши стки информации. У нас есть вся информация. То до работы. Тогда за работу. И в упражнении 4 давайте подытожим, какую же квартиру ищет себе Анжела. Анжела шука мешканья. Анжела ищет квартиру. Мешканья якего? Малого, еднопокоевого, ясного, теплого, солнечного, самодельного, с центральным окжеванием близко школы. То есть Анжела ищет квартиру. Маленькую, небольшую, однокомнатную, светлую, теплую, солнечную, отдельную, с центральным отоплением и близко к школе. И мы идем с вами дальше. Чвеченье пенч, проши, плонжич. В этом упражнении мы соединим слова и что это слово означает. Например, партер, то позиум зеро. То есть партер это нулевой этаж. Еднопокоевый, ма тылько еден покой. Однокомнатный, то есть когда имеет только одну комнату. Ремонт, реновация. Ремонт это реновация. Самодельное мешкание, без вспоминок, который мешаешь сам, чили самое. То есть обособленная отдельная квартира, это когда ты живешь без совместных арендаторов, без сожителей, то есть живешь один или одна. Метр квадратовый, это квадратный метр. Обогрев это система, которая дает тепло в здание. Будовництво, тип архитектуры. То есть постройка это тип архитектуры. Пентро, над партером. Пентро это этаж, это то, что находится над у нас нулевым уровнем, то есть над партером. Цедовня. Идем и далее. Чучание 6. Прошепши читать углушение и сдэцедовачь, ктурэ мешканье ест наилепше для Анжели и для Чего. Нам нужно прочитать углушение, вот эти вот рекламы, объявления, и решить, какая квартира лучше всего подходит для Анжелы и почему. Все эти объявления я вас попрошу прочитать самостоятельно. Мы прочитаем только нижнее, то, что у нас подходит Анжеле. До вынаенча еднопокоёвые мешкания. Для аренды однокомнатная квартира с особным кухнём и лаенком с отдельной кухней и ванной в поближу почты главной, вблизи от главной почты, 35 метров, 35 метров, умеблёванная, с мебелью, с пральком и лёдувком, со стиральной машиной и холодильником, интернетом, с интернетом. оплаты, оплата, 6 сет пендещунт плюс 220 злотых, чинж, плюс медиа, пронт и вода, то есть оплата 650 злотых плюс 220 злотых, квартплата, арендная плата, квартплата, плюс пронт и вода, пронт – это электричество и вода, до вынаенча от зараз, сдаётся вот прямо сейчас, и контактный телефон указан. И это у нас объявление це, и то мешканье ест наилепше для Анжели, бо ест в центру, ест умеблёване и выпусажёны, ест до вынаенча от зараз, и цена теж ест бардзо добра. Эта квартира лучшая для Анжелы, потому что находится в центре, обставлена мебелью, выпусажёны, то есть оборудована. Арендовать эту квартиру можно уже сейчас, и цена также есть очень хорошая. Итак, друзья вместе с Анжелой нашли нужное подходящее объявление, и мы идём дальше. Упражнение 7. Здесь нужно упорядковать диалог. Анжела звонит по этому объявлению. Давайте прочтём и переведём. Слухом. Я слушаю. День добрый. Дзвоня в справе оглушения. Добрый день. Я звоню по объявлению. Че ест ешче актуальны? Ещё актуальна. День добрый. Так, оферта ест ешче актуальна. Добрый день. Да, моё предложение ещё актуально. Теперь смотрим предложение в рамочке с номером 2. Хце запыточь о шчегуе. Чи мешканье ест ясное, солнечное? Слово шчегуе переводится как уточнение, тонкости разные. То есть, я хочу вас спросить, задать вам уточняющие ещё вопросы. Квартира светлая, солнечная. Смотрим дальше номер 8. Так, ест от строны поуднёвый, венц слоинца в мешканью ест дугу. Да, квартира с южной стороны, поэтому солнце в квартире долго. Номер 5. Смотрим. Аяки ест окживание. А какое там отопление? Номер 9. Центральное. Венц не плачь пани дужу. Центральное, поэтому не заплатит пани много. Номер 4. А яки сом месеншны кошты вынаему? А сколько ежемесячно стоит аренда? Номер 6. Оплаты то 650 злотых за вынаем. Оплата такая, 650 злотых за аренду, 220 злотых чинж, 220 злотых квартплата, за пронт газ плачь пани тыли или пани зужия. За электричество газ платит пани столько, сколько израсходует. Сколько пани употребит, столько она и заплатит. Номер 7. Или мне и венцы могут плачить цо месяц за медиа. Сколько мне и венцы это более-менее. Сколько более-менее я могу платить цо месяц каждый месяц за медиа. Например, за телевидение. Смотрим номер 1. Мы шли жени венцы ниш 100 150 злотых. Думаю, что не больше, чем 100 150 злотых. Номер 3. Смотрим. Кеды могу пшисть обэйжечь мешканья. Когда я могу прийти посмотреть квартиру? И номер 10. Запрашим от зараз. Приглашаю сейчас. Хорошо. Что же будет дальше с нашей Анжелой, мы узнаем в следующей части, в третьей части 19 урока. А я пока с вами прощаюсь. До зубочения, до услышения вкрутце.